Девушки отдыхают Мы вместе узнаем, как провести время весело и с пользой Мы побывали на соревнованиях по сноуборду Но как же катались ребята, спросите вы Ведь снег еще не выпал Ответ прямо сейчас Представляете, на сноуборде можно кататься даже когда нет снега Вы спросите, как это с помощью таких специальных покрытий По ним доска хорошо скользит Сегодня у нас соревнование по сноубстайлу Дистанция маленькая и скорость, к сожалению, набрать большую нельзя Но для одного прыжка хватает Чтобы страхнуть, надо постараться Надо встать в правильную позицию и поехать На трамплине я прыгала простой прыжок с грэмом Выпрыгиваешь, сгибаешь две ноги и хватаешься за доску Я выполнил все правильно и приземлился на ноги На этом трюке мне не хватило скорости Мне больше нравится францет 180 Мы разворачиваемся корпусом на 180 градусов Я этот трюк хорошо выполняю Сегодня много спортсменов падали Первая попытка у меня не удалась на боксе Но ничего страшного, я не расстраивался И просто продолжим дальше Кому-то не хотело скорости А некоторые не удержались на приземлении Но все равно все старались Мы хоть и все соперники, но всегда поддерживаем друг друга У нас тут вообще дружелюбная и веселая атмосфера Благодаря национальному проекту «Жилье и городская среда» Благоустроено более 33 тысяч общественных территорий и придомовых пространств Это детские и спортивные площадки, скверы, набережные И мы отправились в Балабаново в сквер городской А вы видели, какой нам тут красивый построили сквер? Посмотрите, какой он большой Здесь столько всего Благодаря национальному проекту «Жилье и городская среда» На территории города Балабаново Был реализован проект благоустройства парка городской Здесь имеются такие объекты, как двойные качели, скейт-парк, сцена Тут огромная детская площадка, можно играть целый день Мне очень тут нравится необычный лабиринт Там нужно сначала забирать, потом пройти качающую полосу, перепрыгивать и залазить Я обожаю скатываться с горок Больше всего я люблю горки с зигзагом Тут можно заниматься спортом Тут есть канаты, кольца и турники Я очень люблю лазить, поэтому я обратила внимание на паутина На ней можно прыгать и лазить наверх Ребятам тоже понравилось, и они прибежали ко мне Мне очень нравятся качели, потому что на них можно очень сильно-сильно раскачаться Я люблю скорость Лечу А я лучше буду кататься медленно, но не один Они настолько широкие, что могут вместить трех человек А еще всем здесь нравится стены в виде ракушки Можно петь и танцевать Это мой самый любимый сквер Здесь очень весело Расширяем кругозор Сегодня я расскажу вам про хризантему Хризантема – род растений семейства Астровые Включает в себя более 40 видов Один из самых известных – хризантема садовая Одно из первых письменных упоминаний о хризантеме Как о садовом цветке Относится к VI веку до н.э. Название хризантема происходит от древнегреческого слова Которое переводится «златоцветный» Дали его в честь хризантемы с желтыми цветками Хризантема – символ Японии и императора этой страны А 9 сентября в Японии отмечают День Хризантем Можно рисовать красками, пастелью, карандашами А есть мастера, которые рисуют нитками Ребята, посмотрите, как вы думаете Из чего сделаны все эти картины, которые сегодня вы видите на нашей выставке Эти картины вышиты Меня впечатлило то, что с помощью обычных ниток Можно прорисовать такие мелкие детали, как тени Все персонажи на картинах очень реалистичны И выглядят очень красиво Меня удивила картина «Воздушная фантазия» И на ней девушка, которая дует на цветок И из цветка вылетают мыльные пузыри Мне близка вот эта картина с красивой девочкой Смотрю на эту картину и сразу вспоминаю лето Мне больше всего понравилась картина «Коты и кокоду» Видно, что котики довольно долго охотятся за попугаем Потому что листья растений разбросаны даже по полу Мне понравилась картина «Горлица» Потому что там изображена красивая девочка с птичкой на руках Автор нам показал, как делать картину И я думаю, что это очень кропотливая работа Ребята, приходите на эту выставку Тут реально круто Это правда того стоит А сейчас короткие новости Международная просветительская акция Географический диктант Пройдет как в офлайн, так и в онлайн формате Малышарики Новая серия Лимонад вкусный Но только пить хочется Нюшенька, в нем столько сахара Что скоро снова захочется пить Зато он вкусный В Тульском театре юного зрителя Премьера Спектакль Под созвездием Большой Медведицы Мультсериал Ник-изобретатель Кажется, намечается веселый праздник В столице Третий московский международный фестиваль театров теней Шэдоу-фест Мультсериал Енотки Премьера Что так блестит и мерцает? Со, это же калейдоскоп Только очень большой Калейдоскоп? А зачем он нужен? Международная команда исследователей Описала краба Сохранившегося в янтаре Ему около ста миллионов лет Видите, как много интересного вокруг? Не пропустите Следующий выпуск программы Навигатор новости Пока-пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова